Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале Эльтон ТВ, программа «Разбор полетов». Меня зовут Александр Вальдман, а со мной в нашей студии, как всегда, замечательные гости, писатель, публицист Довид Шехтер и журналист Мар Горин. Добрый день, друзья! Добрый день! Давайте у меня вопрос, Давид, для начала тебе. Скажи, пожалуйста, не ограничивает ли в какой-то степени возможности Израиля вот это возможное решение в связи с вилейской традицией, ты лучше, чем кто-либо это знаешь, есть традиция выкупа пленных. Не будут ли ограничены наши возможности тем самым? Добрый день, вот эти тела террористов очень много лет Израиль использовал, не только для обмена, но это был как бы такой вот способ остановить возможные террористические акты. Потому что исламские террористы, они вроде как люди такие, как мы. У них тоже глаза, уши, ноги, руки, но в голове у них тут совершенно что-то иное. У них иные подходы к жизни. Я просто приведу маленький пример, я видел некоторое время тому назад, был репортаж от дома, который должны были взорвать, от дома террориста. И вот сидит отец на ступеньках этого дома и плачет на камеру израильскую и говорит, ну мой сын ваших убил. Ну так убейте его, но дом там незачем вы взрываете. То есть это совершенно противоположное тому, что сказал бы любой человек западной тювейско-христианской организации. Он сказал бы, наоборот, взорвите все что угодно, взорвите все что угодно, оставьте сына мне. А это говорит наоборот, у них мозги работают немножко иначе, и с ними надо работать в их понятиях. Так вот, в чем проблема с шахидами? Если шахид не похоронен, как полагается, по закону, по-исламскому, то он, его душа, не возносится на небо. Он там не вступает в обладание семействами, двумя терственицами. Поэтому англичане в свое время хоронили тела арабских террористов в шкурах и свиной коже. Были такие предложения в свое время? Да, были, мы это не приняли, но к чему это говорит, что это был способ тоже англичан бороться с террористами. Поэтому этот способ использовался, но не в свиной коже, но не отдавать тела, только их обменивать. Очень давно было даже целое кладбище на севере Израиля, не только от Кеннерта, от моста Аждот-Диаков, но произошло изменение. Некоторое время назад произошло изменение израильской политики по отношению к выдаче тел. И сейчас Беннет хочет привести снова это изменение. Если вы позволите, я скажу, чем это было изменение. Оно совпало с другим решением. Когда началась интифада ножей в свое время, то было принято два решения. Первое – тела выдавать. И второе, или первое, убивать на месте. Террористов, которые совершают эти теракты, убивать на месте или нейтрализовывать. То есть, солдатам уже решили стрелять. И, видимо, не видимо, а точно эти решения были связаны друг с другом. Поэтому было решено их нейтрализовывать от тела, чтобы потом не вызывать еще больший разгар страстей в арабской улице. Убили, отдали. И факт, что подавляющее большинство тех, кто с ножами кидался на вереев, были или убиты, или переранены на месте. И эти два решения были связаны, и были они приняты на самом высоком уровне, на уровне военного кабинета, на основании информации, полученной, оценок полученной от Шабака, от Цагаля. И это изменение политики уже действует несколько лет. Сейчас Беннет решил изменить. Почему? Я думаю, это связано с тем, что, во-первых, он хочет показать себя как новый министр обороны. Второе, действительно, сейчас нету такого количества вот этих вот террористов с ножами, нет такого количества терактов сейчас, которые были раньше. Поэтому, по-видимому, он считает, что возможно привести такие изменения. Марик, в связи с этим у меня к тебе вопрос. Давид упомянул министра обороны, но после того, как было объявлено, что министр обороны планирует вынести это решение, это предложение на обсуждение военно-политического кабинета, появилось сообщение, что вообще это идея самого Беннемена Таньягу, премьер-министра нашего. Не кажется ли тебе, что вот это вот, я бы сказал, поспешное заявление о том, что мы не будем выдавать тела террористов, связано все-таки не с какими-то изменениями особыми, а с политической ситуацией в стране и тем, что мы находимся на пороге новых выборов? Мне не просто кажется, я в этом абсолютно уверен. Абсолютно уверен. И вот при чему. Не потому, что там это слово. Потому, что если кто-то помнит, или кто-то не помнит, что аналогичная инициатива принадлежала господину Либерману, когда он был в том же статусе министра обороны, он тоже предлагал такое решение. И тогда его заблокировала юридическая общественность. Я уже не помню, на уровне юридического совета ни то правительства, ни то КНЕСТа, ни то... В общем, юристы, не то Верховный суд. Их понять можно. Но есть организация АДАЛа, которая постоянно подает протесты. Ну, в том числе, да, общественность. Но общественность не принимает решение, а юристы принимают решение. По-моему, Верховный суд в том случае. И потому, что юристы живут в мировой юридической общественности, у которой свои там мирные представления о том, что такое хорошо, что такое плохо, а на войне как на войне и так далее. Так вот, сегодня, подавать подобное заявление, будучи точно уверенным, что все равно юридические инстанции заблокируют. Она имеет чисто первый ход. Они ничем не рискуют. Они как бы демонстрируют народу свою решительность. Типа решительность. А потом, как бы, инотравят народ в очередной раз до юристов, которые во всем виноваты. И в том числе, и в том, что Нитаниягу оказался в таком положении. Ну, как говорится, беспроигрышная политическая ситуация. Абсолютно отвратительная по существу. Давид, к тебе у меня вопрос. История, когда мы обращаемся к истории возвращения тел израильских солдат в обмен на террористов, в обмен на тела террористов, первое, что приходит на ум, это история 1975 года, когда в египтяне предложили обменять найденных ими 38 тел израильских солдат, которые погибли во время войны судного дня, на 92 палестинских террориста. Вот следует ли вот именно эту точку отсчета брать за основу, скажем так, ну, как, по моему мнению, нашей, так называемой, слабости, когда мы стали менять не солдат на солдат, а солдат на террористов? Ну, надо еще взять и другие точки. Можно вспомнить и сделку Джибриля, когда мы обменяли. Давайте вспомним совсем недавно то, что было, когда обменяли одного шалита на тысячи вообще-то человек, и большая часть из них вернулась снова террористическая деятельность, их снова арестовали, они снова сейчас находятся в тюрьмахе. Одно из условий палестинской автономии возобновление переговоров, чтобы этих людей отпустили. И автономия, и Хамаса. То есть, все это имеет давнюю историю, но я не сказал бы, что это слабость. В этой ситуации, действительно, у нас есть очень давние корни, у нас есть очень, которые уходят в Тору, в Торе есть такая просто заповедь, выкупить пленника, и тюрьмские общины на протяжении всей истории существования и государства Израиля тогда, и потом общин, всегда выкупали пленников, всегда отдавали огромные деньги, вплоть до такой степени, что был даже такой жаби из Майнца, и потребовал за него Курфюстр колоссальную сумму. Эту сумму собрали, и раби сказал, что не смейте меня выкупать, это даст им повод хватать людей и требовать такие деньги. И он умер в тюрьме, но запретил, чтобы его выпустили на свободу. Это было всегда, это наше тюрецкое свойство, мы хотим, чтобы и наши живые, и наши мертвые были с нами вместе, и я в этом ничего плохого не вижу. А скажи, пожалуйста, у тебя дополнительный вопрос. Есть ли какие-то религиозные предписания о, извини за это слово вульгарное, пропорции, сколько на сколько надо менять? Нет, нет, нет ничего. То есть, когда по сделке Джибриля меняют трех человек на почти 5000 террористов, это нормально? Нет, там было не так. С одной стороны, есть приказ, не приказ, а митцва, заповедь выкупать, но с другой стороны, всегда были религиозные авторитеты, которые в какой-то момент говорили, стоп, дальше об этой границе мы не идем, вот этот Джаби измается, я его не знаю, вспомнил, это такой классический случай, он решил не для кого-то, а для себя и умер таки. И вот таки тело было только через 7 или 8 лет выкуплено. Всегда были люди, у которых есть граница, дальше идти нельзя, но в Израиле мы, по-видимому, эти границы переходим, и нашим вот этим желанием спасти даже того же Шарита, при том, что он там нарушил, что он проспал, что его взяли, что ни одна другая страна, конечно бы, столько бы людей за него не отдала, мы отдаем, я опять же, я в этом ничего плохого не вижу. Да, мы за это платим цену, но мы, на вся наша страна, и весь мир знает, что евреи и израильтяне своих не бросают ни живых, ни мертвых. Марик, к тебе вопрос. Родители Адара Голдина, который погиб во время операции «Нерушимая скала» несколько лет назад, операцию «Эвгазия», они приветствовали решение Нафтали Беннета не выдавать тела. С твоей точки зрения, насколько трудно им было, возможно, решиться на это действие, потому что с моей стороны, с их стороны, это на самом деле подвиг. Я, может быть, не очень понял происшествия, они решили не выдавать тела в обмен на тела? Да. Ну, это, я бы сказал, странноватое решение, я не знаю, какие усилия... Не только в обмен, вообще не выдавать тела. Нет, значит, с моей точки зрения, дело обстоит так, с моей точки зрения. Для меня террористы не люди, и человеческого отношения не заслуживают ни на том, ни на этом свете, ни в качестве живых, ни в качестве неживых. Тем более, что понятие жизни у разных народов разное, и когда она завершается, и где она... После окончания земной жизни находится, я человек светский, но у людей разное представление. Но это, по отношению к террористам. Что касается их близких, то, ну, как это, люди, к их чувствам, наверное, нужно испытывать какие-то уважения. Но они постоянно требуют, чтобы их тело, их сына вернули, чтобы правительство сделало максимально возможности вернуть. Да, если мы видим в них людей, в их близких, если мы видим людей, но, с другой стороны, если мы видим в них людей, то они должны их нашим чувствам испытывать определенное хоть какое-то уважение, если мы на той стороне люди. Тогда, понимаете, трупы, тела террористов, на мой взгляд, могут служить разменной монетой, если близким наших воинов, попавших воинов, важно, чтобы они были захоронены на своей земле и так далее. В качестве размены, я прошу прощения за такое сценичное определение. Не, ну, в принципе, это все правильно, это так было на протяжении многих плей. Да, их использовать можно, и нужно, и правильно, если мы говорим о павших в обмен на... Если же мы говорим, вот был случай, как же вот с этими самыми, когда в обмен на погибших, на тела отдали живых того же Самиры Кунтара. Совершенно да. То есть негодяя, на котором вообще пробу негде ставить, просто... Ну, многие говорили, что в тюрьме ему было бы спокойнее, чем на свободе, так и оказалось. Да, да, это может быть, да. Это уже было совершенно никуда не годится, категорически противник. А там, кстати, обменяли ведь три тела израильтян плюс полковника наркоторговца израильского. Да, 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 да. Обменяли на вот эту пятерку из 200 и 200 тел террористов. Да, да, я помню эту историю. Да, да. Я прошу прощения, вот в этой студии, я Шакедми, которому я в данном вопросе доверяю полностью, сказал, погибать за родину входит в профессиональные обязательства военнослужащего. И здесь не должно быть никаких веков. Но, тем не менее, даже он мне говорил по другому поводу, что отношение к этому, к этим вопросам меняется, исторически. Когда-то мы этого не делали. Потом мы стали это делать. Меняется время, меняются люди. Я хочу добавить, я понял несколько иначе семью Гольдин. Они выступили, они поддержали не то, чтобы вообще не отдавать, а чтобы не отдавать сразу. Ведь что сейчас происходит? Террориста убили и тут же его отдали. Они за то, чтобы его не отдали, а придержали именно для того, чтобы его обменять, обменять на тела тех наших солдат, которые находятся в Газе. Плюс, там еще два человека есть. Да, еще два. И там есть живые. Да, они правда сами перешли, но неважно, но они израильтяне, их надо оттуда вытащить. У меня на этот счет большие сомнения, надо ли их вытаскивать, честно говоря. Ну, это отдельная тема разговора. Это отдельная тема, это друг другое. Да, совсем другое. Спасибо, друзья, за этот разговор. Ну, в любом случае, будем надеяться на лучшее, то, что тело Адара Голдина, останки. Я прошу прощения, буквально в коротко. Надо все равно помнить, что они, я имею в виду террористов, это звери, а мы, это люди. И у нас человеческое отношение, а у них звериное. Поэтому выравниваться с ними, взвески. Твои бы слова для террористов в уши, было бы соответствовать. Мало верно. Они не воспримут. Они не воспримут. Спасибо. Спасибо и вам, что были с нами. Всего самого доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова